Так, значит так, электромагнитные взаимодействия непонятно какие, да? И гравитационные взаимодействия, вот мы еще об этом взаимодействии сегодня поговорим, да? Четыре вида взаимодействия, четыре совершенно как бы разных областей. Так вот, стало ясно, стало ясно, что в так называемых слабых взаимодействиях, вот задний ряд сегодня ведет себя безобразно, вот чего-то всеми разговаривать, вам сделаю замечание. Извините, а вы сказали четыре взаимодействия? Четыре, да. Сильное, слабое, электромагнитное, гравитационное. Сильное, слабое. Вы лучше меня спросите сами, вот открыто спросите, это самое лучшее, я всегда отвечу. Вы имеете право спрашивать. А сильное это как? Сильное, ну вот скажем так, оно обеспечивает устойчивость атома в целом. Ядерные такие вот силы, да. Вот, ну вот, значит, видите, такая есть иерархия, иерархия. От взаимодействия и взаимодействия, вот как бы нарастает радиус, радиус, да. У слабых взаимодействий очень коротенький радиус. У революционных взаимодействий радиус огромный, так. Но мы еще будем говорить о том, как физика пытается эти объединения соединить, эти взаимодействия соединить. Хорошо. Так вот, в 56-м году американские физики Ли и Янг, надо эти имена знать, лауреат ангелорской премии Ли и Янг, обнаружили, что в слабых взаимодействиях нарушается вот эта симметрия. Симметрия относительно зеркального отражения. Так называемый принцип четности. Запишем, принцип четности. Принцип четности, это и есть принцип симметрии относительно пространства. Пространство. Левое и правое. Предзеркальное и зазеркальное. То есть, пишем у себя, что согласно, ну как бы, классическому пониманию, внутренней классической физики, да, вот, есть действие закон сохранения четности. Что это означает? Сокон сохранения четности. Пишем, закон сохранения четности. Вот здесь как раз хорошо видна связь между принципом симметрии и принципом сохранения. Принципом сохранения. Это означает, что все процессы предзеркалия и зазеркалия друг от друга не отличим. Не отличим. Полный паритет. Полный паритет, да. Наш мир, вот он как бы и сотропен. Наш мир однороден, однороден, да. Так. И для него безразлично. Левое и правое. Это и есть принцип сохранения четности. Принцип сохранения четности. Равноправие призеркали и зазеркали. Их симметрия, их паритет. Оказалось, что в слабых взаимодействиях, в слабых взаимодействиях, значит, вот эта четность нарушается. И это, конечно, было одно из самых сильных потрясений физики. Ну вот, давайте вспомним ситуацию с Паоли, да. С Паоли. Так. Еще раз прошу прощения, назовет эту честную механическую оговорку, да. Вот Паоли, дисковорное его состояние, когда он вот хочет восстановить симметрию в уравнении. Нечто подобное физики испытывают в этой ситуации. В этой ситуации, так. Вот нарушилось, нарушено великое правило, нарушено великий принцип, принцип сохранения. Так. Как быть? Вот не буду ходить здесь в детали эксперимента. Изучался распад кобальта. Распад кобальта. Ну вот, скажем, вот плоскость, да. При распаде, при распаде, образуются потоки электронов, так. Вот. Эти потоки должны в равной степени двигаться до правой и налево. На правой и налево, да. А здесь было явное нарушение этого паритета. На 40 процентов отклонение было в одну сторону, так. Превышало отклонение в другую сторону. Левое и правое оказались различимыми. Раньше они не различались, а здесь, здесь была обнаружена какая-то глубинная десиметрия пространства. Или десиметрия процесса. Или того и другого. Ситуация была мучительная, потому что, еще раз повторяю, для физика законосохранения, это законы сакральные, я бы сказал, так. Это законы, которые лежат в основе, ну, от материалистической интуиции. Что мир наш есть нечто естественное, самодостаточное. Ведь что такое несохранение? Несохранение – это или появление из ничего, или исчезновение внутри ничего, да. А там, где появляется ничто, там маячит Бог. Ибо это прерогатива Бога творить миры из ничего. И в той же, в правдой степени, миры возвращать в небытие. Погружать обратно в небытие. Такая материалистическая интуиция здесь срабатывает. Нарушение сохранения. Беспокойство. Как физика себя в этой ситуации ведет? Наш обещательный физик, Лев Давидович Ландау, он вводит понятие так называемой комбинированной четности. Комбинированной четности. Давайте с вами одновременно произведем две операции. Первая – это зеркальное отражение. Значит, кобальт, вот, установку с кобальтом мы имеем в двух вариантах. Вот здесь, в нашем пространстве и в пространстве зазеркальном. Да, но надо понимание. Одновременно мы должны, вот делая этот зеркальный переброс, должны изменить заряд частицы. Заряд частицы. Если три зеркали – это электронно, то три зеркали – это будут позитронно. Позитронно, так? Обратите внимание, это чисто мысленная схема, это мысленный эксперимент. Мысленный эксперимент, вспомнил Галилея. Это красивейший пример мысленного эксперимента. Ну, потому что мы, знаете, но мы не можем создать много антикобальта. Ну, никак, да? Антикобальт тоже будет взаимодействовать с обычным веществом, и наша лаборатория разнесет бух и прах. Понимаете, да? Так вот, смотрите, когда мы комбинируем две эти операции, комбинируем две эти группы, да? Группу пространственного превращения и группу зарядового превращения, да? Вот при этой комбинации закон сохранения восстанавливается. Закон сохранения восстанавливается, да? Понятно, да? Отдельно нет. При сочетании двух операций, зеркального отражения и зарядового обращения, зарядового обращения, да? Вот есть такой термин, зарядового обращения, да? Вот при сочетании этих документов комбинированная отчетность сохраняется. Закон о сохранении спасены, спасены. Я почему об этом сейчас так подробно говорю? Мотив, который двигал любом завидующим Ландау, нашим блестящим ученым, так трагически погибшим, к сожалению. Красота, красота, симметрия, да? Так? Симметрия спасена за счет вот этой комбинации, да? Вот никак не хочет физик перейти к новому мироощущению. Вот, может, сейчас, после этого отметьте, вот, может, сейчас как раз и вот этот переход начинает проявляться. Вот, может, наука завтрашнего дня, это наука, которая асимметрию сделает свои парадигмы. Асимметрия войдет в картину мира как что-то конституирующее, как что-то основополагающее. Сегодня этого пока нет. Синергетика, конечно, уже такую возможность нам предсказывает. И уже отчасти эту возможность синергетика реализует. Но все-таки, все-таки, для физики характерно стремление в разных ситуациях всеми силами спасти симметрию. Спасти симметрию. А значит, спасти закон о сохранении. Паули спасал закон о сохранении. Так? Ландаус спасал закон о сохранении. Это имеет очень глубокие корни в природе научного мышления. И это замечательно. Значит, самые интересные наработки в плане теории симметрии сегодняшней науки. Первое, первое. Вот я сказал о том, что есть четыре взаимодействия. Запишу у себя, что очевидно, в начале Вселенной, в начале Вселенной, в первые периоды существования, эти взаимодействия не были отдифференцированы. Отдифференцированы. Они сливались в одну, так называемую, суперсилу. Суперсилу. Вот это расслоение, которое мы сейчас фиксируем в самой классификации взаимодействия, оно появилось позже. Это результат эволюции Вселенной. Одна из самых великих задач физики это задача, так называемого, пишем о себе, великого объединения. Великого объединения. Как вот эти четыре взаимодействия, а каждая из них это целый раздел физики. Вы прекрасно понимаете, что электромагнетизм это огромный раздел физики. Теория гравитации, небесная механика, это другой раздел физики. Но Максвелл и Ньютон, или там Максвелл и Эйнштейн. Как это соединить? Это же очень разные вещи. Говоря о дифференциации, мы можем существовать. Спасибо, что эти силы разделены, что они автономны сейчас, сегодня. Они, конечно, действуют нас одновременно, но как-то действуют все-таки порознь. А если и как-то их где-то не приплетается, то это приплетение безобидное для нас. Проблема суперсилы, так называемой, я уже тирмен ввел, или проблема единого поля. Единого поля. Обратите внимание, что, конечно же, я это сейчас подчеркиваю, принцип симметрии. Принцип симметрии теснейшим образом связан с принципом единства. С принципом единства. В симметрии есть форма единства. Единство, так? Так вот, надо найти группу преобразований, которая бы позволяла переходить одному взаимодействию к другому. Надо найти варианты, связующие эти четыре силы, эти четыре начала. Давайте задумаемся о судьбе Альберта Эйнштейна. Альберта Эйнштейна, так? Вот, Альберт Эйнштейн, вот он открыл специальную теорию относительности в 1905 году. В 1905 году, ну, ему было 26 лет тогда, совсем молодой человек, сделал свое эпохальное открытие. Так, 1905 год. Ну, где-то лет 10-12 он работал на создание специальной общей теории относительности. Специально это первый вариант, потом, значит, общей теории относительности. Ну, пускай так, ну, пускай условно, к 18-му году он закончил, он закончил работу над общей теорией относительности. Уберенштейн, в 1955 году. Весь конец своей жизни, весь конец, ну, какой конец? Основной часть своей жизни он занимался поиском единого поля. Так, грандиозный ум, так, получивший новую людскую премию, правда, не за теорию относительности, за открытие фотоэффекта, он искал единого поля, да, он потерпел крах. Вы понимаете, да? Значит, сколько, вот, 20, ну, больше, скажем, 35-37 лет. Самый зрелый период жизни, так, поиск, который оказался безрезультатным. Единое поле. Открывались новые частицы, каждая частица имеет свое поле, Эйштейн не поспевал носить коррективы, да и... Ну, сегодня у нас есть вот некоторые вот наработки в этом плане. Ну, скажем, вот, я могу сказать четко, что, ну, скажем, вот, какие-то уже прорывы в этом плане имеются, но все равно это задача будущего. Это одна из самых главных задач физики современной. Вот, создать эту теорию единого поля, и уже имеется здесь частичный успех, но пока, вот, до создания общей теории, теория, которая была бы интегральной для всех взаимодействия, пока еще об этом говорить рано. Ну, вот, сам пафос этого поиска, он, конечно, впечатляет, он впечатляет, да? Значит, это жажда единой симметрии, единой симметрии. Вот, поиск единства в разнообразии. Помните, я говорил на одной из первых лекций. Вот здесь вот этот идеал единства в разнообразии, единства в разнообразии, он получает свое наиболее такое мощное, наиболее яркое выражение. Что еще хочу сказать в связи с этим? Помните, я на прошлой лекции говорил о том, что не классика перешла к полифундаментализму. К полифундаментализму. Быть может нет одного основания, быть может нет одной силы. Это с позиции не классики, мы так рассуждали. Но установка на поиск суперсилы, установка на поиск единого поля, она классична, конечно, она классична. Даже вы видите, что не классика может взаимодействовать с классикой вполне. Успешно, и это нормально, нормально, так? И сказать, что сегодня мы стали плюралистами, что мы полностью закрыли глаза на проблему единства природы, что, говорим, есть много оснований, много сил, это не так, это не так, да? Несомненно, что в начале нашего мира все-таки было вот это единое начало. И понять его внутреннюю симметрию, его внутреннюю структуру мы, наверное, все-таки когда-нибудь сможем. Хорошо. Теперь дальше. Следующий такой интересный виток в развитии новой науки. Квантовая физика или микрофизика. Физика, которая изучает мир в самых малых масштабах. В самых малых масштабах, так. Это масштабы атома, элементарной частицы. Ты пишешь, ультрамалая, да? Квантовая физика – это область ультрамалого, предельно малого. Космология – это наука, изучающая ультрабольшое. Здесь задается масштаб вселенский. Здесь идет речь о громадных расстояниях. Так вот, в свете глобального эволюционизма мы понимаем, что когда-то вот эта ультрабольшая вселенная, вот давайте запишем выражение оба, ультрамалая и ультрабольшая, да? Когда-то ультрабольшая вселенная была ультрамалым объектом. Правильно, да? Если мы возьмем генезис нашей вселенной, то станет ясно, что наша вселенная эволюционирует от точки, от цивилизационной точки. Эта точка является квантомым объектом. Эта точка является элементарной частицей. Элементарной частицей, так. Что же здесь происходит, да? Обратите внимание. Соединяются две области знания. Квантовая физика и релятивистская космология. Ну, напомню вам, что релятивистская, слово релятивизм, относительность, да? Соединяется квантовая физика и релятивистская космология. Ультрабольшое и ультрамалое пресекаются. На стове симметрии. На стове симметрии, да? Поэтому мы иногда говорим о симметрии, запишем это выражение, о симметрии ультрабольшого и ультрамалого. Вот, знаете, вот здесь опять мы видим некую стяжку, некую скрепу, некое соединение. Два раздела физики, которые казались абсолютно разобщенными. Между которыми нам виделась пропасть. Ну, с одной стороны элементарной частицей, с другой стороны Вселенной. И вдруг вот эти области соединяются в одном подходе. В одной группе симметрии. Вот это, конечно, поразительно. Это, конечно, поразительно, да? Когда мы изучаем Вселенную, как квантовый объект, пользуясь представлениями симметрии, которые сложились при изучении микромира. Итак, симметрия ультрамалого и ультрабольшого, синтез, синтез микрофизики и макрофизики. Ну, вот слово синтез, оно очень уместно здесь звучит. Когда я говорил о задаче великого объединения, это тоже задача синтеза. Так? Когда я говорю о космологии и квадровой физике, это тоже синтез. Синтез, синтез. А синтез, он предполагает симметрию. Синтез строится на симметрии. Итак, в Вселенной науке огромное значение играет математика. Симметрия, это прежде всего математика, это числа, это числа. Что такое группы? Это сложные формы чисел. Это своеобразные числа, только вот не такие простые натуральные числа, а несколько более сложные, да? Вот. Очень часто эта группа похожа на матрицу. Даже мы говорим о матричном мышлении, матричном исчислении. Некие матрицы, да? Мы эти матрицы можем умножать, складывать, мы можем действовать с группами, как мы действуем с обычными числами. И здесь, вспоминаешь Пифагора, да? Числа правят миром. Числа правят миром. Вот симметрия правит миром. Симметрия правит миром. Она постоянно нарушается, потому что мир есть процесс, в мире происходят катастрофы, но она и восстанавливается. Восстанавливается во все время новых формах, новых модификациях. Принцип симметрии, он проходит через всю нашу культуру. Я обращаю ваше внимание на то, что, конечно же, принцип симметрии играет огромную роль в искусстве. В искусстве, так? Вот. Особенно в искусстве классическом. Авангард в искусстве, как правило, коррелирует с нарушениями симметрии. Мы вспомним кубизм. Ну, Авангард знает, что такое симметрия. Если взять Малевича, то Малевича, наверное, как раз наоборот, это торжество симметрии, как чего-то архетипически первичного, архетипически основополагающего. Но Авангард, как правило, предсказывает какие-то сдвиги в мышлении человека в целом. Авангардное искусство, которое бросало вызов симметрии, оно предвосхищало те, так сказать, мутации симметрии, о которых мы говорили в связи с наукой. И нарушение симметрии зарядовой при Большом взрыве, и нарушение отчетности в слабых взаимодействиях, и киральность в живых системах. Короче говоря, я бы сказал так. Сегодня мы все четче слышим, слышим, да, диалог двух начал. Вот симметрия и асимметрия, они как бы спорят друг с другом. Асимметрия все чаще берет слово. Пока все-таки первый голос принадлежит симметрии. Вот надо сказать прямо и честно, да. И я это хотел сегодня показать. Но очень возможно, что произойдет своеобразная переоценка ценностей, произойдет вот такая своеобразная модификация научной парадигмы в сторону принятия момента асимметрии. Для этого требуется большая внутренняя перестройка ученого. Для этого требуется ревизия основных целостных механизмов науки. Но мне кажется, что все предпосылки для такой ревизии есть. И очень возможно, что такая реформа, такая революция, скорее всего, все-таки произойдет. Так, и мы поймем, что асимметрия — это движущая сила мировой эволюции. И так вот это понимаем, но наше понимание станет еще более, так сказать, фундаментально более глубоким. Вот я на этом сегодня позволю себе закончить.